Муртаза Максутов из Белогорского района убирает старую листву в теплице. Тщательно перекапывает землю, тем самым насыщая ее кислородом. Он выращивает лук, салат, щавель. К примеру, для хорошего урожая редиски. Подготовку начинает еще с января. Устанавливает дуги и накрывает растения пленкой. Уже ближе к весне периодически поливает. В марте она уже в таких вот размерах бывает. То есть уже она почти готовая, да, в марте? Уже почти готова. Но это, видите, от погоды тоже зависит. В этом году, допустим, например, у нас зима очень длительная получилась. И поэтому как бы еще редиска не успела созреть. Наврез – один из самых древних праздников, который отмечается уже более 25 столетий. Он объединяет людей. Семья Нажмединовых из Бахчисарайского района начинает готовиться к празднику Загодя. Для этого дня припасены рецепты особенных блюд, которые готовятся только на Наврез. Сегодня это сумаляк. Его символ – проросшие зерна пшеницы. Молодая зелень выступает отображением лучей солнца. Для начала замачивается пшеница в воде. Видите, я ее промыла. На ночь замочила. Через некоторое время Эльмаз Нажмединова раскладывает зерна тонким слоем и покрывает их тканью. Как только у зерен проклевываются крошечные ростки, можно приступать к приготовлению блюда. Большими порциями их промывают в воде и процеживают. Затем размалывают на мясорубке, чтобы выжать питательное молочко. Получившуюся белую жидкость переливают в отдельные емкости. Здесь важно выжать из зерна максимум всех питательных веществ. Следующий этап требует еще большего терпения. Варить сумаляк необходимо при регулярном помешивании. Этот процесс может занимать сутки. Время зависит от объема казана. Молочко я перемешиваю с мукой, масло добавляю. И вот все это перемешиваю и вот ставлю на казан. В общем, и начинаем варить. Со временем образуется однородная сладкая масса, напоминающая по вкусу и рис, или карамель. У нас в семье всегда каждый год традиция, вот постоянно мы даже уже здесь, когда переехали сюда в Крым, у нас родители всегда готовили. Я как бы это дудо знаю с детства и поэтому продолжаю поддерживать эти традиции. Я варю. Нам очень всем нравится, и дети кушают. Сумаляк – природный энергетик, помогающий организму встрепенуться после зимней спячки. Примерно через час варки масса постепенно начинает темнеть. Цвет меняется от молочно-белого к более темному оттенку – кофе с молоком. Идеально – цвет вареной сгущенки. Сумаляк в одиночку лучше не варить. Чем больше людей, тем легче и веселее его готовить. Считается, что во время приготовления можно загадать желание. Можно я попробую? Замешать его? И оно обязательно сбудется. Мужская половина семьи здесь не только следит за огнем, но и помогает помешивать. Я вот сейчас мешаю и чувствую, что у меня что-то есть, да? Это камни. А для чего они вообще? Ну, чтобы не пригорало дно. Есть некоторые, ну, варят грецкими орехами тоже. Но они всплывают и как бы, ну, может, тоже своеобразно там какой-то вкус придается. Поэтому лучше как? Ну, в нашем случае, вот я, например, привыкла с камнями варить. Это с моря собранные, поперебытые. Все чистенькие, кругленькие такие. Специально собирали. Сумаляк здесь всегда готовят в огромном казане на 50 литров, чтобы угостить им как можно больше людей. А это значит, привлечь в дом удачу и благополучие. Считается, что это блюдо наделяет людей как физическими, так и духовными силами. Наврез символизирует возрождение природы, торжество жизни, надежды на щедрый урожайный год. Считается, что именно в этот день приходит весна.